У нас в гостях группа «Выходной день» Сергей Плюхин, вокалист и автор музыки, и Руслан Глухман, автор стихов. Доброе утро! Здравствуйте, с праздником! Доброе утро, с праздником! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы вспоминали, когда в прошлый раз у нас в гостях был «Выходной день», и выяснили, что у одного из участников группы Саши одинаковые голоса. Немножко. Так что не пугайтесь, Саши не два, и он не спорит сам с собой, у нас в гостях просто люди с прекрасными голосами. Итак, сегодня музыканты эти подготовили для нас такие песни. Это «Катюша» и «Атыбаты, шли солдаты». И, конечно же, песня группы «Выходной день», это песня «Макарыч», о ней мы чуть позже поговорим, как она была написана, и она посвящена Шукшину. Мы услышим записи в конце, но пока давайте про праздник. Все-таки собрались мы здесь именно по поводу 9 мая. Расскажите, есть ли у вас какие-то традиции праздника 9 мая? Как вы его празднуете? Куда пойдете? Впервые отмечали. Ну, как впервые отмечали, как все, наверное, обычные люди ходили на парад, но сейчас я, как правило, утром беру с собой дочь. Звать ее Екатерина, Катюша, да? Вот, мы с ней идем на парад. На берег. Да, и она смотрит парад, я подчеркиваю, она смотрит парад, сидя у меня на плечах, потому что мне, естественно, ничего не видно. Баба смотрит в затылок кому-то. Да, ну вот такая традиция довольно простая. Так, а у вас, Сергей, какие традиции семейные? Вы знаете, мы на парады ходим редко, в основном смотрим их по телевизору, ну, в силу разных причин. Ну, на парадах действительно приходится ребенку поднимать, держать на шее, и ребенку, может быть, не видно, и мне не видно. Ну, не особо интересно. Но при этом сам праздник для меня является достаточно святым праздником, очень великим, грандиозным. В свое время, в начале 2000-х годов, я с группой, я жил в Хантамасийском округе, и мы с группой ездили очень много на военно-патриотические фестивали, занимали первые места, призовые места, ну, это был такой существенный кусок моей жизни, посвященный именно Дню Победы. Ну, а сейчас группа «Выходной день» как-то участвует в этом празднике ежегодно? Вы где-то выступали в прошлом году, там, в этом году есть какие-то планы на остаток дня сегодняшний? Или вы домой после эфира? Нет, после эфира мы не домой. Сама группа «Выходной день» сегодня будет выступать в одном большом ресторане в Новосибирске вечером, а у меня сегодня будет автопробег. Автопробег будет, да, мои друзья и знакомые, в половине 12-го, наверное, от ресторана «Максимилинс» до «Монумента славы» осуществят автопробег для того, чтобы возложить цветы к мемориалу и к огню. Вы будете участвовать? Да, я буду участвовать. Что за техника там участвует? Нет, у нас группа единомышленников, мы ездим на автомобилях одной немецкой марки. И, ну, собственно, не обязательно автомобили именно этой марки будут участвовать, но все... Просто все желающие? Да, все желающие, да. Это здорово, отличная традиция. Давайте к традициям вернемся и как-то все-таки проиллюкстрируем музыкально нашу встречу. Группа «Выходной день» Сергей Клифин. От дыма вышли солдаты с песней на барад. Может, сто, а может, даже двести лет назад. Левый, правый, гренадеры выше кевера. Короче, ситуация достаточно стара. И стояли барышни в обочине, им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии ни живи, никуда не денешься, а ты любы. А ты, баты, шли солдаты, знамя над полком. Вне концарстве, государстве, все равно в каком. Выделялись гренадеры писаной красы, По-модному на шомполе закручены усы. И стояли барышни в обочине, им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии ни живи, никуда не денешься от любви. Здорово. Спасибо. Руслан, а каждый год у вас концерт на 9 мая вечерний? Да, каждый год. Что-то еще днем или вы днем с семьями вечером собираетесь играть? Ну, как правило, так, да. Как правило, так. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом вернемся. И Руслан обещал нам рассказать кое-что о своем прадеде. У нас в гостях группа «Выходной день» Сергей Плютин, Руслан Глухман. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Сегодня наш фир довольно праздничный. Мы не только поем тематические песни, но и разговариваем о том, кто что помнит, у кого в семье живы воспоминания и традиции. И Руслан Глухман обещал рассказать нам о своем прадеде. Да, прадед это Якушин Андрей Иванович, рядовой. Родился в 1903 году в село Бобровка Сузунского района Новосибирской области. О, Новосибирская область. Призван Сузунским РВК 19 сентября 1941 года. Призван в 34-й гвардейский стрелковый полк 19-й гвардейской дивизии. Ну, к сожалению, умер от ран 9 сентября 1943 года и похоронен около деревни Леонова, Духовщинского района Смоленской области. Ну, вот только такие данные, вот все, что есть. Это вы, наверное, нашли в интернете, в книге памяти. У меня дядя, да, он мне эти данные дал, и мы их перепроверили, вот, ну, вот таким образом. Но вообще в семье у вас кто-то, может быть, бабушка вам, дедушка рассказывали о нем, что-то такое более бытовое, нежели факты такие, фотографии видели, похожи на него, не похожи? Фотография есть, не похож, но очень мало информации на самом деле, бытовых каких-то вещей нет. Мы делали проект «Ровесники» к 9 мая, наши слушатели присылали нам фотографии своих прадедов, свои фотографии сравнивали. Некоторые похожи, некоторые действительно нет. Я лично сравнивала свои фотографии с своим прадедом. Действительно, сходства очень мало через поколение, все-таки оно меняется. Я с дедом похож. Похож? Но меня в честь с ним назвали. Ну, это все меняет, это все меняет. Но все-таки важнее всего помнить о них и об их подвигах. И давайте в память поем еще одну песню. Это песня «Катюша», была строевая песня у меня в армии. Ну и, собственно говоря, я в этой песне напел себе дочь. А вы где служили? Я служил в дивизии «Дон-100», Северо-Кавказский округ, это Ростовская область, в казачьих лагерях. Сергей, вы не служили? Нет, я учился. Главное, что вы сейчас нам споете. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила Про степного синизового орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка дичья, Ты лети за ясным солнцем вслед, И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, А любовь Катюша сбережет. Сергей, у меня к вам вопрос... Перепутала. Нет, Руслан. Как человеку, который служил. Как в армии отмечают 9 мая? Есть воспоминания? Да, есть. Но это, как правило, тоже праздничное построение, значит, марши какие-то, Ну и праздничный обед в столовой, газировка, конфеты. Газировка и конфеты? Ну, то есть, наверное, как-то меньше нагрузок физических, да? Больше такого праздничного настроения. И наверняка это были какие-то выезды на какие-то памятники или не было? Нет, у нас не было. Ну, еще есть у нас одна песня, которую мы услышим не вживую, а в записи. Называется она «Макарыч», и она одна из новых песен. Да, что это за песня? Расскажите о чем? И как она родилась, самое важное. Это новая песня. Ну, родилась она, наверное, точнее, основу этой песни была заложена лет 30 назад, когда нас, маленьких ребятишек, мама отвозила к бабушке, в деревню Красный Камешок Сузунского района, значит, это с конца мая по конец августа. И мы там ловили окуней, значит, ели землянику с молоком, с черникой, напитывались, видимо, всей вот этой вот энергией. И как-то это все копилось-копилось, и у нас, значит, родилась идея такая, ну, вот уже в этом возрасте, посмотрев калину красную, посмотрев печки-лавочки. Дело в том, что вот тему деревни, тему природы, души, ведь на самом деле же мы все из деревни. Вот так, если разобраться, у всех новосибирцев родственники из деревни. Может быть, кто-то даже это скрывает, но на самом деле это делать... Это все скрывает. Ну, есть такое, да, это делать не нужно, потому что, ну, и, собственно говоря, к чему я говорил, никто не раскрыл так широко тему души, тему деревни, как Василий Макарыч. И, соответственно, вот, грубо говоря, мои мысли, значит, творчество Василия Макарыча, все это соединилось, и получилась вот эта вот песня. Нам, значит, очень много людей нам помогали в записи. Это новосибирский молодежный ансамбль «Играй гармонь» ДКЖ, это музыканты, это Виталий Гасаев, город Барнаул, непосредственно принимал нас на Алтайской земле. Участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмита». Совершенно верно. Ну и вот, грубо говоря, вот куча вот этой вот энергии, куча людей, все это воедино слепилось, так называемое, ну и получилась вот эта песня. Вы поехали специально туда спустя много лет, чтобы освежить вот эти ощущения? Мы были в Сроцках, да, непосредственно в видеоряде использованы кадры с деревни Сроцки. Вы еще и снимали клип там? Да. Может быть, про клип расскажете, что там еще есть? Может, какие-то исторические вам удалось найти кинохронику, нет? Да, там один интересный момент, это Юлия Вакурина, это наш видеооператор, она поймала, там есть кадры с фильма «Печки-лавочки», такой овраг снимается, да? И в нашем видеоряде есть современная съемка этого же самого оврага, да? Ну вот такой интересный момент. Сергей, вы писали музыку? Да. Ну расскажите нам, вы тоже очень тесно как-то связаны с творчеством Шукшина? Да, вас тоже вдохновило. Или вас вдохновила любовь Руслана к этому писателю? Ну, наверное, все-таки любовь Руслана, потому что я сам, я уже говорил, я не из этих мест родом, я сюда приехал 12 лет назад. Мне очень нравится писать музыку, для меня это прям порыв души какой-то был. Ну и нравится писать именно музыку, которая, ну, больше сходна с народной музыкой. То есть обязательно, чтобы был баянчик, чтобы была балалайка, например. Мне эта музыка очень нравится, она очень мне близка. У вас тоже деревенские корни? У меня корни поселковые. Я родом с поселка Игрим, Березовского района, Хантамансийского округа. Это то место, где нашли первый газ на севере. В Березовском районе, может быть, как-то есть воспоминания тоже из детства, как отмечали 9 мая? Да, конечно. У нас традиция была, весь поселок 9 мая всегда ходил к памятнику героя Советского Союза Гаврила Епифановича Собянина. Вот так. Песня.